Добрый день! Здравствуйте! Сегодня мы готовим индийскую сладость, джалеби. Вернее, это так, хрустик такой, типа хвороста. Нам понадобится приготовить шербет для шербета, сахар 400 грамм, вода 300 миллилитров и одну столовую ложку лимонного сока или половину лимона, отжать от него сок. Можете даже бросить туда лимон сам. И варим минут 15. Теперь готовим тесто. Это нетрудное тесто. Нам понадобится 240 грамм муки, 120 грамм кефира, 300 миллилитров воды, 6 грамм разрыхлителя и, естественно, щепотку соли. Для того, чтобы обогатить наше тесто и дать ему именно тот аромат, который в Индии, мы используем шафран. Шафран надо заранее замочить. Он пустит свой цвет, аромат и потом добавляем, размешиваем с водой и добавляем. Вот, смотрите, мука, кевир, прозрыхлитель и сейчас добавим жидкость. Будем взбивать миксером. Можете взять венчик, можете взять просто ложку и перемешиваем. Перемешиваем очень хорошенько, чтобы не оставалось комосков. Так как мы будем выдавливать его из кулёчка, нам комоски совершенно не нужны. Они нам только будут мешать. После того, как хорошенечко перемешали, добавляем остальную воду. То есть, когда меньше воды, оно лучше смешивается. Добавляем остальную воду и у вас получится такое немножечко жидкое тесто. Его надо оставить на пару часов. Часа два-три. Чем дольше она останется, тем гуще она станет. Она будет такое более тянущее. Как бы созреет тесто наше. Теперь выливаем всё это в кулёчек. В кулёк, например, для крема. Или же, если нет, возьмите обычный кулёк. Потом срежете в уголок и будете использовать. Ну что ж, вот так. Вот это наше тесто. Очень простое. Завязываем кулёчек. Чтобы не оболивалось. Можете взять прищепку или сделать узелок. У меня есть специальная прищепочка. Я прищепила. И теперь надо обрезать кончик. Кончик обрезаем. Диаметром так 3 миллиметра. Этого будет достаточно. Чем туже тесто, тем больше дырочка. Так что смотрите. Если вы хотите, чтобы они у вас были толстенькие. Можете делать большую дырочку. Но тогда есть возможность, что ваше тесто не будет так хрустеть. Как вы увидите в конце видео, хрустит у меня. Масло наливаем в сковородку или в сотейник. Лучше всего это всё делать в сотейнике, чтобы там было много масла. Когда вы выжимаете тесто, оно опускается вниз, а потом поднимается наверх. Как, например, мы делаем пончики. Да, да, точно так же. Только здесь у нас есть вот такое пространство, куда бы попадало масло. И могло хорошо прожарить вот эту спиральку. Выжимаете какой формы хотите. Хотите спиралью, хотите цветочками, хотите просто кружочками, бубличками. Всё зависит от вас. Но не выжимаете толстую вот эту, как бы сказать, полоску, которую вы давливаете. Так как, если она будет толстая, она будет плохо выпекать. Всё, жарим вот до такого золотистого цвета. Вот он даже больше, ближе к тёмно-золотистому, чем к золотистому. Если вы не прожарите его вот так, оно хрустеть не будет и будет неприятно вашим зубам. Главное, чтобы оно зажарилось хорошенько. Огонь должен быть не очень сильный, чтобы масло не горело, чтобы мы не получали канцерогены. И не очень слабым, чтобы тесто не могло впитать масло в себя. То есть, вот тут нужно внимание. Как видите, кроме крови, я выдавливаю спиралик, я выдавливаю разом бантики, всякие вензеля. Ну, это на ваше усмотрение. Можете написать имя вашего ребёнка, можете делать провалочки. Это тоже очень хорошо. Ну, как захотите. Мне нравится, когда на всю сковородку делаю круг. На всю сковородку. И получается каждому слену семьи по одному вот этому кружочку огромному. И сидят, смотрят фильм, до конца фильма хрустят. Хрустят все, чтобы не мешать другому. А то получается так. Один хрустит, а другой нет. А теперь послушайте, я буду пробовать, а вы будете слушать хруст. Честное слово, это вкусно. Это понравится и взрослым, и детям. Особенно, когда у детей посиделки, когда они собираются, девичники и всякое прочее. Хрустики, которые бывают в пакетиках. Ну, что ж, понравилось? Делитесь этим видео. Готовьте. Будьте здоровы. Ешьте на здоровье. Да. А теперь хочу попрощаться с вами. Пожелать вам крепкого-крепкого здоровья. Успехов в жизни. Чтобы у вас карман был полон денег. Стол валился от всяких вкусностей. И самое главное, чтобы вы были счастливы. А ваши дети здоровы. Любите, будьте любимыми. Теперь хочу попрощаться с вами. Всего вам доброго. Ставьте лайки. Если кто не подписался и хочет видеть мои видео, можете нажать на красную стрелку. Видео сами будет приходить к вам. А пока я прощаюсь с вами. Пожелания мои, чтобы все сбывались для вас. И пока-пока. Я вас буду ждать.